Сегодня у меня такая интересная локация, интересный ракурс. Я на самом деле сижу на курточках недалеко от моей входной двери в мой дом. На самом деле я сегодня буду снимать видео про пальто верхнее, которое я вам показывала в предыдущем моем видео про шоппинг-лог из H&M. Такое очень многофункциональное пальто, которое я вам обещала показать, как я его ношу. Я его очень люблю и использую во многих случаях. И поскольку здесь у меня шкаф верхней одежды рядом с дверью, где находится мое пальто, мои куртки, моя обувь, шарфы и так далее, то мне удобнее снимать здесь, потому что у меня здесь все под рукой. Чтобы не бегать по всему дому и не носиться с этими куртками пальто, я решила сделать это здесь, возле дверей. Ну и поскольку снимать я буду себя в полный рост, чтобы показать вам пальто, то для того, чтобы видно было мое лицо, я присела так на курточке на 5 минут, чтобы с вами поговорить, секундочку. Я надеюсь, я не нарушаю никаких правил этикета, сидя на курточках, разговаривая с вами. Ну, во всяком случае. В общем, короче, я вам буду без долгих разговоров показывать вам сегодня это пальто с тем, что я хотела бы поделиться с вами, как я его надеваю. И я не буду долго объяснять, вы сами все увидите и все поймете. И на самом деле... Да, и пальто это бежевый цвет, и я надела на себя Total Beige Look, чтобы не отвлекать вас, так сказать, ваше внимание от, как я буду надевать это пальто, а то, что оно мне надето внизу, чтобы это как бы не отвлекало вас, это будет того же цвета. Ну, давайте будем смотреть. Я надеюсь, что вам понравится и будет интересно и полезно. И, как всегда, если вам нравится, то вы можете поставить лайк под этим видео и написать мне комментарий. Мне будет приятно и интересно почитать ваше мнение. Окей, давайте будем смотреть. Быстренько решила вам показать, во что я одета этот мой Total Beige Look. Вот так выглядит это пальто, оригинальное из магазина. Это пальто-халат с поясом. На нем, кстати, нету пуговицы, оно просто с запахом. Ну, естественно, первый вариант, как его разнообразить, это поменять пояс. Вместо пояса, который из ткани, который продавался в этом пальто, можно надеть пояс кожаный. В этом варианте широкий пояс такой цвета Camel. Очень, кстати, подходит к этому пальто. Мне очень нравится этот вариант. Второй вариант – это просто темно-коричневый пояс с бежевой плетеной пряжкой. Тоже неплохо. И он, кстати, ну, такой нейтральный и хорошо держит пол и пальто. Они не расходятся. Ну, и третий вариант – это такой хардкор вестерн пояс с золотыми пряжками, двойными. В общем, очень-очень все круто. Следующий вариант – это Animal Print пояс. Я еще к нему надела такой вниз как бы жилетик, чтобы поддержать Animal Print. Ну, в принципе, его можно поддержать сумкой, платком, шарфом или обувью. Следующий вариант – это такой вязаный широкий шарф, который я подхватила поясом. Это, кстати, очень удобно, потому что шарф, видите, не соскальзывает, не падает, он не упадет, будет держаться на вас хорошо. Поскольку пальто бежевое, этот шарф может быть абсолютно любого цвета. В данном случае это такой красно-серо-белый. В общем, он подходит. Любой шарф, любого цвета может подойти для этого пальто. Следующий вариант – это меховой шарф. Я тоже его подхватила поясом. Тоже по той же причине, что, во-первых, он как бы создает немножко вам формы, а, во-вторых, он держит, пояс держит шарф. И тоже, так сказать, он может быть абсолютно любого цвета. В данном случае он такой серо-синий. Ну, понимаете, это то, что у меня есть. На самом деле вы можете надеть любого цвета меховой шарф. Опять же, бежевое пальто, нейтральный цвет, базовый цвет. К нему можно надеть абсолютно все, что угодно, любого цвета, любой расцветки шарф, платок, любую сумку, любую обувь, любой пояс, любое сочетание подойдет и будет неплохо смотреться. Ну вот я решила еще раз снять. Мне очень, честно, понравился этот вариант. Я уже и так и эдак, и, в общем, крутилась-вертелась перед камерой, изображала себе супермодель. Вот, да. Значит, следующий вариант – это проклятый всеми стилистами снуд. Почему они его прокляли, я не знаю. Мне очень нравится эта вещь. Она очень удобная, очень многофункциональная и практичная. Его можно носить как шарф, как накидку. Как, вот видите, я его и так и эдак повязала на себя, и под пояс, и без пояса, и вот даже вот так вот на одно плечо. Что, в общем, оригинально. Неплохо, от него тепло, удобно, мягко, красиво. Не знаю, почему наши стилисты в один голос кричат и заявляют, что это антитренд, и что носить это не стоит, что его надо сжечь и выбросить в мусор. Я не сжигаю и в мусор не выбрасываю, продолжаю носить с превеликим удовольствием. Еще одна вещь, которую призывают нас сжечь и выбросить в мусор – это меховой жилет. Мне он очень нравится, и я считаю, что выбрасывать его в мусор совершенно не нужно. По версии стилистов он портит и уродует фигуру. То есть вот мужской пиджак и велосипедки фигуру не уродует, а жилет меховой фигуру уродует. Ну, вот такие у нас, значит, стилисты. Тот же самый жилет меховой можно надеть и под пальто, и он тогда останется на вас, если вы куда-то придете, разденетесь и пальто снимете. Это как бы становится частью вашего нижнего гардероба. Вот этот вариант очень спорный, но интересный. Это пальто шерстяное, которое я надела под пальто мое. Пальто шерстяное в клетку с капюшоном. Возможно, этот вариант вызовет у вас вопросы, но мы ведь все привыкли, что под пальто можно надевать тонкий пуховик. Это нормально, мы к этому привыкли. Почему же нельзя под пальто надеть тонкое шерстяное пальто для утепления, разнообразия, так сказать, и необычности, и создания какого-то необычного образа. Кстати, пальто-пуховик тонкий я надела в следующем образе, и вот если вы сравните, в принципе, то никакой разницы нет между пуховиком, надетым под пальто, и вот таким вот шерстяным пальто в клетку, тоже надетым под пальто. Ну вот, вариант с пуховиком, он, как бы сказать, уже всем известный, все уже к нему привыкли, никого это не возмущает и не удивляет. Девают его для того, чтобы утеплиться, и, в общем, чувствуют себя комфортно и удобно, и это действительно, в принципе, очень хороший вариант, очень удобный. Я только за руками и ногами, мне тоже это нравится. Я считаю, что это имеет место быть. Точно так же, как имеет место быть вариант, что можно надеть тонкое шерстяное пальто под вот это вот пальто большое, верхнее, и как бы вполне себя чувствовать хорошо. Для тех, для кого пуховик пальто, это слишком много, можно надеть жилет, вот этот вот красный жилет, тоже пуховик жилет, короткий, без рукавов, он более тонкий, более легкий, то есть на более такую теплую погоду, если не очень холодно, то, в принципе, можно надеть его. Если вы как бы снимете свое пальто, то вы можете остаться в этом жилете, это вроде бы как тренд сейчас. Вот такие вот дутые жилеты, которые мы носим просто как сверху на платье, там или юбку, или свитер, и вот можно вот воспользоваться этим трендом и остаться в этом жилете, необязательно его снимать. Так, сейчас будет самый такой тяжелый артиллерия. Если вы видите, это такая шубка Тедди, тоненькая, и я тоже надела ее под пальто, почему бы нет? По цвету они абсолютно подходят, просто невероятно подходят, я считаю, что та же самая цветовая гамма, и почему бы нет? Значит, вот здесь я подпоясала Тедди поясом, кстати, мне этот вариант больше нравится, он подчеркнул фигуру пояс и, в общем, создал некоторые формы. Ну и последний вариант, это такая тоже тоненькая шубка искусственного меха, не волнуйтесь, пожалуйста, все нормально тут. Я, значит, тоже надела ее под наш пальто, и, в принципе, выглядит неплохо, интересно, необычно. Я не могу сказать, что это мой любимый образ, я просто как бы уже решила попробовать, хотя на самом деле вот что-то здесь не сошлось почему-то. Хотя вот вроде и шуба неплохая, и пальто нормальный, по цвету сочетается, но как-то вот этот вариант мне не очень понравился, но я уже решила вам показать, раз я уже его примеряла. Ну, вот такое у нас сегодня получилось видео, может быть, оно немножко спорное. Я понимаю, что не все варианты возможно применить, 100%, в любом климате, в любой стране. Конечно, были там варианты, как типа шуба на шубу, и, в общем, ну, вы понимаете, что я вам скажу? Для меня мода – это игра, это эксперимент. Не надо буквально воспринимать, так сказать, вещи, которые я показываю. Вот, то есть, это просто вот примеры того, как можно разнообразить и по-разному надевать одну и ту же вещь. При том, что, как бы, это не обязательно должно быть такое пальто. Поскольку пальто достаточно базового цвета и базового варианта, то это может быть абсолютно любое пальто. Ну, я имею в виду такого вот бежевого цвета, и, как вы понимаете, не обязательно, что я вас призываю носить пальто и шубу вместе, но я вас призываю задуматься о том, как можно интересно сочетать и использовать вещи, которые есть в вашем гардеробе, и которые, как бы, вы привыкли носить каким-то определенным образом. В принципе, их можно носить совершенно по-разному и совершенно по-другому. Ну, я надеюсь, что получу отзывы не самые ужасные. Я надеюсь, что вы поймете и примете мою идею. Очень буду рада с вами увидеться снова очень скоро в следующем видео. Пока-пока. Всего вам доброго. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok